Признаки и симптомы сосудистых звездочек на ногах Каждый десятый житель нашей планеты страдает варикозным расширением вены и в основном это женщины. К первым признакам и симптомам сосудистых звездочек на ногах является именно сетка паутинка на коже появления судорог в ночное время. Суток ощущения дискомфорта и усталости в ногах и отечность нижних конечностей. Отеки могут проявляться отдельными эпизодами или постоянно, в зависимости от того, насколько запущена болезнь. У некоторых людей при появлении отеков могут возникать тянущие боли в икроножной области. Многие люди считают это заболевание косметической проблемой и если своевременно ничего не предпринять, покраснение кожи усилится. Вены все больше будут терять свою эластичность, начнутся сильные боли и судорожное состояние в ночное время суток. Причины появления сосудистых звездочек на ногах Врачу для диагностики этого заболевания обычно хватает только осмотра. Но для выявления основной болезни, на фоне которой появился варикоз, понадобится проведение УЗИ. К причинам появления сосудистых звездочек на ногах следует отнести травмы ожирения, беременность, наследственность, гормональные изменения в организме, сильно действующие лекарственные препараты, постоянное употребление стероидов и гормонов. Работа, когда приходится долго стоять или сидеть у ЭФ-излучения, в особенности у людей со светлой кожей, к основной причине следует отнести расстройство в работе, наследственное или в результате травмы венозных клапанов. Из-за этих дефектов клапаны не работают и не препятствуют оттоку крови в ногах, вены становятся дряблыми, вытягиваются и расширяются. В группу риска попадают люди старше 45 лет, чьи родственники также страдали от этого заболевания. Стоит следить за здоровьем своих ног женщинам и мужчинам, которые работают сидя на стуле весь день или наоборот, длительно пребывают в положении стоя. Гипертоники Люди с хроническими заболеваниями печени и ожирением подвержены тому, что у них будут нарушения с кровотоком крови в ногах. Сосудистая сетка Удаление сосудов вен Появление комплексов, боли и косметических дефектов на коже, всему этому предшествует сосудистая сетка. Удаление сосудов вен раньше производилось методом электрокоагуляции. Но в результате этой процедуры у пациентов появлялись рубцы гиперпигментации кожи. В современном мире для удаления сосудистых звездочек на ногах и варикозных вен применяется лазер. Эта технология позволяет не только улучшить внешний вид кожи, но и удалить мелкие расширенные сосуды на любой части тела. Лазерное удаление сосудистых звездочек на ногах Лазерное оборудование помогает эффективно вылечить варикозное расширение вен благодаря сочетанию таких параметров – волновая длина, мощность при излучении, продолжительность подаваемых импульсных лучей, размер светового пятна на поверхности кожного покрова. При лазерном удалении сосудистых звездочек на ногах свет поглощается красными кровяными телами. Происходит слепание венозных стенок и сосуд перестает работать. В результате этого процесса небольшие капилляры будут удалены без следов, а крупные станут бледными и уменьшатся в размерах. Лазерный луч оказывает воздействие только на стенки сосудов. На коже не будет ожогов и рубцов. Легкое покраснение исчезает через 30 минут после процедуры. Удаление сосудистых звездочек на лице. Лазерная терапия – это современный метод удаления сосудистых звездочек на лице. При помощи лазера производится термическое воздействие на расширенный сосуд. Жизнедеятельность других капилляров не нарушается. Обработанный сосуд будет запаянным и больше не сможет функционировать. Венозные ноги – поможет сосудистый лазер. При помощи УЗИ-ВЕН можно определить венозные ноги. Поможет сосудистый лазер, благодаря которому пораженные сосуды перестают функционировать и крово так восстанавливается. После проведения процедуры пациенту назначаются специальные косметические кремы, которые помогут увлажнить эпидермис и защитить от неблагоприятных воздействий. Отекают ноги – венозный застой. Когда человек видит у себя отеки ног, ему хочется побыстрее избавиться от этого состояния. Самое главное – это необходимо посетить доктора, который определит причину и назначит адекватное лечение. Венозный застой – это нарушение в организме, которое нужно устранять. Если не помогает терапевтическое лечение, тогда стоит прибегнуть к более современным методам – лазерному удалению вен. Бинтование эластичным бинтом при венозных узлах Эффективное лечение ног Врач-флеболог всегда прописывает бинтование эластичным бинтом при венозных узлах. Эффективное лечение ног – это длительный процесс, который требует терпения. Бинтование эластичным бинтом – это самый простой способ лечения варикоза. Но такая повязка не эстетично выглядит на улице, поэтому в теплое время года используйте специальные утягивающие чулки или гольфы, которые можно купить в магазинах и аптечных отделах во продаже медицинской техники и оборудования носителя эластичной бинт или чулки необходимо только днем на ночь эти тугие повязки и изделия необходимо снимать лекарственные препараты от сосудистых звездочек. На ногах мазь-крем-гель для ног София. Раньше врачи при венозной недостаточности назначали препараты для разжижения крови, а также лекарства для лечения самой болезни. Уже несколько лет хирурги-флебологи выписывают для лечения сосудов капсулы флебодия. Многие доктора отдают предпочтение детролексу. Это прекрасные действенные лекарственные препараты от сосудистых звездочек на ногах. Можно применять разные мази, гели и крем-гель для ног София. В их составе имеются натуральные ингредиенты, а в составе Софии есть экстракт пиявки. Современные препараты и мази помогают быстро избавиться от проблем с ногами и избежать осложнений. Венозная язва, венозный дерматит, ночные судороги, народные рецепты. Хроническая венозная недостаточность возникает при затруднении венозного оттока. Если болезнь запущена, тогда возникает венозная язва, венозный дерматит и ночные судороги. Народные рецепты помогают вернуть сосудам эластичность. Если устранить венозный застой, тогда трофические язвы и венозный дерматит исчезают в считанные дни. Итак, вы сходили к врачу, вам назначено адекватное лечение, теперь можно помочь своему организму быстрее выздороветь при помощи народных методов. Рецепт настойка «Жидкий каштан» оказывает отличное противовоспалительное и противоотечное действие. 50 грамм измельченных плодов настоять в пол-литре водки. Настаивайте в темном месте не менее недели. После этого достаньте раствор и процедите через марлю. Натирайте ноги два раза в день. Можно сделать настойку из каштана для приема внутрь. Рецепт 50 грамм цветков конского каштана залить пол-литрами водки. Настоять в темном месте 10 дней. После этого процедите настой и принимайте по столовой ложке 1-2 раза в день в течение 10 дней. Потом сделайте перерыв и снова повторите курс. Эффективно в лечении этого заболевания растительные масла, миндальное масло, масло зародышей, пшеницы можно приготовить. Замечательное масло самостоятельно из трав. Рецепт возьмите в равных частях березовой почки, тысячелистник, череду, эвкалипт, чабрец и листья черной смородины. Перемешайте все травы и разотрите порошок. Возьмите столовую ложку порошка и залейте горячим маслом из персиковых косточек 50 мл. Настаивайте смесь в темном месте 10 дней. Процедите и добавьте столовую ложку глицерина. Этим раствором протирайте ноги в проблемных местах. Сосудистые звездочки на нагах при беременности. Во время беременности у женщины происходит нагрузка на все органы и системы. Относится это и к сосудам, которые теряют свой тонус. Сосудистые звездочки на нагах при беременности возникают у большинства женщин. У одних они проходят после родов, а у других остаются навсегда. Начните с изменения питания. Введите в рацион фрукты, овощи и зелень. В этих продуктах питания содержится много витамина С, который укрепляет стенки сосудов. Занимайтесь физическими упражнениями, но после консультации врача. Одежда должна быть удобной. Обратитесь к врачу, который пропишет применение мазей, безвредных для вашего здоровья и здоровья плода. Как убрать сосудистые звездочки в домашних условиях? Женщины часто начинают паниковать, когда у них появляется паутинка фиолетового или красного цвета. Сразу возникает вопрос, как убрать сосудистые звездочки в домашних условиях. Сделать это можно при помощи народных методов и рецептов, которые полностью безопасны, так как проверены людьми на своем опыте. Натуральные ингредиенты позволяют использовать их ежедневно независимо от возраста. Рецепт Заварите хороший зеленый чай. Остудите и протрите ватным диском, смоченным в заварке пораженные участки кожи. После этого вы должны отжать сок из одного листика алоэ. Смочите ватный диск в этом соке и протрите кожу. Лечитесь так в течение трех недель. Делать процедуру можно 2-3 раза в день. Рецепт Разотрите по чайной ложке травы тысячелистника и добавьте пол чайной ложки меда. Добавьте в смесь несколько капель любого эфирного масла, которое вам нравится. Наносите получившуюся маску на лицо и держите в течение 15 минут. Смойте водой и протрите лицо мягким полотенцем. Рецепт Если нет аллергии на ромашку лекарственную, можно ее использовать для лечения сосудистых звездочек. Заварите ромашку, как указано в инструкции. Немного остудите и смочите в настое небольшой отрез чистой марли. Приложите компресс на пораженные участки кожи и держите 20 минут. Делать такой компресс необходимо ежедневно в течение двух недель. Удаление и лечение сосудистых звездочек на ногах, отзывы, советы. Каждый человек индивидуальность и одним помогает современная медицина для лечения варикоза, а другим – народная медицина. Кому-то необходимо сочетать определенные методы. Запаситесь терпением и тогда вы сможете сделать удаление или лечение сосудистых звездочек на ногах. Отзывы и советы помогут выбрать подходящий способ для лечения венозных вен, сосудистой паутинки или венозного дерматита. Благодаря терпению и усилиям со стороны пациента можно добиться хороших результатов в лечении варикоза. Измените питание. Занимайтесь Спортом или физическими нагрузками, которые подходят для вашего возраста, если у вас нет варикоза, а кто-то из родственников имеет это заболевание, тогда откажитесь от сидячего образа жизни и избегайте длительного пребывания на солнце, не носите обувь на высоком каблуке и давайте возможность отдыхать вашим ногам в течение дня. Любите себя, избегайте чрезмерных нагрузок и не болейте.